В Челябинской области на берегу озера Увильды открылась международная школа слёд общества трезвения. Она собрала более 700 человек из разных городов России и ближнего зарубежья. Это специалисты в области наркологии, а также священники, которые у себя на приходах открыли общество трезвости. И простые прихожане, которые готовы и поделиться личным опытом борьбы с зависимостью. Рассказывают наши южноуральские коллеги. Владыка, очень много детей, очень много людей. Открыл трезвенный слёт архиепископ Феофан. Он возглавил здесь молебен на начало доброго дела. И благослови благое намерение, и дело рабом твоим сим. Правящий архиерей благословил участников, а затем отправился осматривать палаточный лагерь. Первым делом Владыка познакомился с работой детского сада. Хищка над моим окошком, гнездышко для деток вьёт. То салогу тащит в ножках, то бужок нас унесёт. Ну я такой и не слышал даже. Какие молодцы. Молодцы. Да такие талантливые вы все. Мы ещё умеем рисовать. И рисовать ещё умеете вы. Архиепископ Феофан также побывал на уроках для юных православных скаутов и на одном из семинаров для молодёжи. В одном из шатров в этот момент православные активисты обсуждали проблемы социального служения молодёжи. В целом организатором школы слёта архиепископ Феофан дал положительную оценку и поделился с журналистами своими планами на будущее. Самое главное, что здесь нет заорганизованности, а есть профессионализм, сочетаемый с доброжелательностью. И добро требует постоянного усилия над собой и над обществом, чтобы общество становилось более чистым. Трезвенная школа «Слёт» проводится в Челябинской области уже в четвёртый раз. В течение недели на мастер-классах и уроках трезвости со своими лекциями выступят авторитетные гости из Москвы, Екатеринбурга, Тюмени, Кургана, других городов России, из ближнего зарубежья, а также из Америки. Один из приглашённых гостей слёта – протеерей Игорь Бочинин, председатель Всероссийского и Анна Притеченского братства. Отец Игорь, в частности, представил свою уникальную программу по реабилитации алкоголиков и наркозависимых людей. Если бы мы через систему образования смогли выстроить, для нас это не является чем-то принципиально новым, а возродить те традиции, которые существовали у нас на Руси. Достаточно сказать, что в конце 19-го, начале 20-го века у нас было очень масштабное трезвенное движение. С работой школы слёта приехали познакомиться депутаты законодательного собрания, сотрудники госнаркоконтроля и Министерства образования Челябинской области. Так сказать, перенять опыт. Чиновники на государственном уровне тоже ведут борьбу с алкоголизмом и наркоманией, в том числе и детской. Так, заместитель министра образования региона Елена Коузова считает, что в первую очередь хорошее отношение к здоровому образу жизни у ребёнка нужно воспитывать в семье с раннего возраста. Форма такая, необычная форма работы с семьёй, наверное, это представляется здесь на школе слёте, когда мы можем посмотреть, вот семья вместе, вот семья расходится для определённых видов деятельности на разные площадки, вот она встречается с разными людьми, с разными организациями, с разными территориями, знакомится с разным жизненным опытом. А потом, возвращаясь в семью, они имеют возможность, ну, как-то проанализировать это и выстроить свои собственные семейные ценностные ориентиры. Ещё один важный момент. Участники трезвенной школы во время слёта имеют возможность дать обет трезвости. В нём человек обещает Богу полностью воздерживаться от алкоголя, сквернословия или азартных игр. Многие дают обет трезвости для того, чтобы поддержать своих родных. Ну, вот у меня как-то проще всё произошло. В прошлом году я познакомился со своей супругой любимой, и на фоне этой влюблённости у меня всё это обрубило, прям, не знаю, сам себя как-то. Может, настроил, может, что-то снизошло, просил об этом Бога давно. И у меня эта страсть абсолютно отпала. Хотя, при всём при этом, обет трезвости в дальнейшем принял супругу. Ну, супруге маленько сложнее было. Во время семинаров также можно обсудить духовно-нравственные основы семейной жизни, православное воспитание детей и методику работы с подростками.